Привет, мои хорошие! Хоть на улице погода и ужасно плохая, но вот захотелось мне вылезти. Вот вы знаете, не знаю почему, по всей вероятности, потому что я тетушка-непогодушка. Ну и потом мы договорились с любовью Мишиной встретиться. По какому поводу? Помните, я все хотела иметь цветок, березку. Вот кому не говорила, в Москве нашелся человек, который живет очень далеко. Я живу в метро Юго-Западное, а я живу в метро Медведково, Бабушкинское. Это другой конец Москвы. И оттуда еще 20-25 минут ехать на автобусе. Ну, не зря говорят, для бешеной собаки 100 верстный круг. Вот сейчас поедем, заберем мой цветок-березку отростки. Они уже даже дали корни. Любаша мне об этом написала. Я ей тоже везу отростки цветка, которые уже дали корни, в юн, который у меня на кухне. И фикус Бенджамина. Он тоже хорошо черенкуется, хорошо черенки дают корни в водичке, так что смело можете размножать. Вот, Любаша работает в школе. И эти цветочки пригодятся для украшения школы. Ну вот, и мои цветочки, и мои отростки сослужат тоже добрую службу. Ну что, а сейчас собираемся и выходим, несмотря на дождливую погоду. Не важно, гулять надо в любую погоду. Ну, а мы с вами отправляемся навстречу. На улице вот такая мрачная погода у нас. Но это не страшно. Мы сейчас зайдем с вами в магазин, купим большую-большую шоколадку. Все-таки я Любашу напрягла, и она следила за этими отростками. Из чувства благодарности. Очень хочется купить большую-большую шоколадку с орехами. Так что все. Пойдемте мы с вами зайдем, купим вкусненькое и вручим Любаши, или вручим вместе с моими отростками. Дорога предстоит длинная и долгая. Вот так выглядит район юга-запада, куда я приехала. Теперь надо отыскать 707-й автобус и отправиться в сторону Любаши, в новой переделательной. Дорога-запада Дорога-запада Останутся от ресторанов-то в инстанции. Точно шло. Да. Господи, гражданало метро юга-западное, так долго замерзло. Прям хоть варежку на нас одевает. Ну, слава богу, автобус пришел, и мне вот эта очаровательная девушка помогла. И я доберусь туда, где я буду встречаться с Любовьей, которая передаст мне цветочек. Так что, вот так, мои хорошие, добрые люди есть здесь вверх. Мы тоже рады с вами, дядя Луни-Каруси. Очень приятно. Слушайте, какая-то казалось. Я просто сама здесь не живу, я сама сюда легче. И сейчас у меня здесь квартира. А, понятно. Да, да. Сейчас уже остановка поликлиники, вот сейчас мы будем выходить. Очень долго, ребята, очень долго. Ну, ничего, уже приехали. Сейчас Любаша будет нас встречать. Девочку обычную встретила, она ко мне подсела, мы стали разговаривать. Тут такое метро. Я как его увидела, но я не смогла не заснять. Я засняла, это страшно, это просто страшно. Вот мимо едешь, вот эти голые, но я говорю, только в шлемах. Это очень страшно, прям. Никакой эстетики нет. Абсолютно. А почему нельзя было построить что-то? Ну, да, ну, вопрос не к нам с вами. Я, якобы, что, это же люди, якобы, выбираются, когда показывают. Да я не знаю, что они в активном гражданине. Я зарегистрирована в активном гражданине. Вот они нам предлагают какие-то, ну, откуда же мы знаем, кто там побеждает. Хоть и пишут вроде как. Не, ну, это не могло победить. Это кладбище космонавтов. Там даже есть два вида перчика. О, спасибо большое, Любаш, спасибо большое. Ну, я уж так думаю, вдруг человек посадит. Посажу. Обязательно посажу. У меня парник-то есть, я просто буду наездами из-за мамы. Аллочка там будет жить с Машей. Ну, да, а там особо ухода-то и не надо. Да, конечно. Кстати, перчик-то сладкий или острый сладкий? Нет, там оба сладкие, причем один. Вот такой тоненький, он вот таких много-много-много, но он сладкий. Я такого даже не видела. Он называется питом. Господи, я из него семена тогда возьму. Спасибо, Любаша, а я приеду в горшок посажу. Да, да. Красота. Там один с горшком прям, я даже и не стала вот это видеть. Ага, ясно. Ну вот, вот сейчас. А, вот сюда нам, да? Да, ну райончик у вас, конечно. Сейчас покажем райончик. Ну, это только краешек. Ну, это новостройка же, да? Здесь район там весь. А-а-а, это только кусочек. Это такой кусочек. А метро когда обещают у вас здесь? Метро у нас в семнадцатом году. Вот там, вот наш, как раз возле моего дома. Ах, так в семнадцатом году уже откроют? Да. Вам повезло тогда. Вам тогда. А, повезло. Тридцать лет ждали. Так вы тут так долго уже живете? Нет, ну я-то здесь живу с девяносто девятого года. Я, честно говоря, даже не знала существования этого района. А его... В девяносто девятом году. А его присоединили в восьмидесятом к Москве. Вот Солнцево, вот эта часть, это тоже... Это в то время. Ой, Любаня, я побежала. Любочка, спасибо большое. До свидания. Ну вот, мои хорошие, познакомились мы с Любашей. Увидели вы Любашу. Я с ней встретилась. Цветочки она мне передала. Теперь постараемся выбраться из этого района. Вот так выглядит этот район. Вот оттуда идет маршрутка. Вот на ней я сейчас и поеду. Если мы с вами успеем вместе быстро-быстро добежать. И там, наверное. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, похохочешься. Меня сейчас задержали в метро, проверяли документы. Думали, что я не пенсионер. Приятно. Ну вот, ввалилась я в квартиру после такой дальней дороги. Попала под дождь, вымокла, но, слава богу, все довезла. Вот смотрите, что мне дала Любаша. Вот это новые жильцы моей квартиры. Вот такая березка, вот с такими листочками, видите, с разрезанными. И вот с такими листочками Любаша мне дала березку. Очень довольна, ну просто счастлива. Березка любит солнечный свет. Вот здесь в баночке есть часть отростков, у которых есть уже корешочки. Остальные дадут корни. Ну, в общем, как только она вот так лимается, березка, я буду ее сажать. Также Любаша дала мне вот такие перчики. Еле-еле их довезла, потому что уже был час пик, уже народу было много в метро. Значит, здесь три отростка перца чудо-великан. И даже дата, когда Любаша сажала, видимо, на дачу будет сажать, как она мне сказала. И вот еще перец питон. Один из них какой-то очень экзотический, с какими-то плодами, то ли мелкими, то ли крупными, то ли круглыми. По-моему, какими-то круглыми. Так что будем сажать на даче перчик и посмотрим, какой он у нас будет. Сейчас он немножко придет в себя от переезда. И я его потом пересажу в отдельные стаканчики. Стаканчики у меня есть. Так что вот такие вот дела. Вот такие новые жильцы у меня в квартире появились. Очень довольна, очень счастлива. Очень приятный человек Любаша. Очень приятный. Мечта моя сбылась. Я на седьмом небе. И я очень-очень довольна. Любочка, огромное-огромное тебе спасибо. С удовольствием встретилась с тобой. Вы знаете, вот когда встречаешь своих зрителей, такое впечатление, что ты знаешь их уже сто лет. Любашу увидела, мы даже кинулись и обнялись. Ну вот казалось бы, абсолютно чужие люди. Любочка, ну так приятно было. Спасибо, мои хорошие, за знакомство. Спасибо большое тебе вот за подарки, за березку, за исполнение моей мечты. Очень я довольна, очень довольна. Спасибо большое. Ну заодно и побывала в новом районе, в котором еще ни разу не была. Много слышала о районе, но ни разу не была. Москва такая огромная, что доехать из одного конца Москвы в другой очень-очень долго получается. Вот так, мои хорошие. Люблю находиться в дороге. Даже в дороге можно встретить интересных людей. Вот девушку я вам показала, с кем познакомилась в автобусе. Ну я как-то легко схожусь с людьми, легко могу познакомиться, легко разговаривать в автобусе. Мне нравится, мне нравится. Едешь, узнаешь новых людей, поговорили, интересно же. Ну а на этом все, мои хорошие. Сегодняшний влог заканчивается. Все. Пока-пока. Пока.